Послание Отца Абсолюта от 6 марта 2021 года Обучающая игра Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мне хочется продолжить разговор о детях, которым предстоит расти в этот непростой период перехода Земли в новое измерение. Сейчас на стыке двух эпох будет происходить ломка не только сознания людей, но и всей образовательной системы, поскольку старая уже не сможет существовать на новой Земле, а другая пока еще не создана. Поэтому, чтобы уберечь психику ребенка от несоответствия школьных программ и реальных событий, которые начнут разворачиваться на вашей планете уже в ближайшие годы, родителям нужно создать такие условия своим детям, в которых они могли бы плавно и гармонично совершить этот переход. И в первую очередь такое несоответствие проявляется на энергетическом уровне. Поскольку дети намного тоньше улавливают вибрационные нюансы, они часто, не умея себе этого объяснить, неадекватно реагируют на поведение взрослых, поскольку видят, что их слова и действия расходятся с тем, что они сами ощущают на тонком плане. Другими словами, если в воздухе уже разливаются энергии любви, свободы, единства, а учитель продолжает жить и действовать в соответствии с программами трехмерного мира, ставя во главу угла послушание и контроль, то ребенок, интуитивно внутренне сопротивляясь этому, внешне выражает свой протест либо агрессией, либо полным игнорированием своего учителя. В данном случае трудности возникают у всех, у учителей, не способных перестроить свое сознание на новый лад в силу своих низких вибраций, и у детей, пришедших на землю уже с новым вибрационным потенциалом. Что же вам делать, родные мои, если вы видите, что ваш ребенок страдает от непонимания учителей и отказывается ходить в школу? Прежде всего, не обрушиваться с критикой на учителя, что лишь усилит страдание ребенка, убедившегося, что его родители его осуждают. Почему это важно? Потому что таким образом вы лишь расширяете пропасть между вашим ребенком и учителем, а значит, множите дуальность. Лучше постараться объяснить своему ребенку, что учитель ведет себя так не со зла, а потому что был сам так воспитан, и это является для него нормой жизни. Постарайтесь в простой и доступной форме донести до своего ребенка законы мироздания, а еще лучше превратить это в веселую игру. Его отношения с учителем могут стать для него прекрасным тренажером и примером проявления этих законов на физическом плане. Если ребенок научится отслеживать результаты своей работы и видит, как меняется отношение к нему учителя, в зависимости от того, какую энергию он ему посылает, как себя ведет, то это уже войдет у него в привычку, и он начнет жить в соответствии со вселенскими законами, а значит, плавно перейдет в новое состояние человека пятого измерения. На самом деле это не так уж и трудно сделать, родные мои. Но, конечно, начинать нужно с себя, личным примером показывая своим детям, как вы умеете работать с энергиями, меняя реальность, силы мыслей и намерения. Таким образом вы будете вместе со своим ребенком развиваться и духовно расти, прокладывая себе путь на новую землю, и вместе преодолевая неизбежный в переходный период вибрационный разрыв между измерениями. И ваши совместные усилия дадут прекрасные результаты, поскольку невольно будут подтягивать к духовному росту все ваше окружение. Так, меняя себя, ваш ребенок увидит, как меняется все вокруг, а ведь именно это и составляет основу существования человека пятого измерения. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...